На сегодняшний день из всех существующих астрологий в мире дизайн самое популярное и востребованное направление. И масштаб популярности дизайна, он огромен, и во всех странах мира есть и астрологи, которые работают по этой методике, и много желающих составить свой дизайн, то есть это сейчас пик, это хит, можно так выразиться. А почему сейчас дизайн это хит? Потому что по духу это все хиронианская история соединения несоединимого, а мы живем в эпоху Херона. Херон и Ирида, две главных сейчас планеты. А в каком смысле дизайн хиронианский? Потому что дизайн соединил как минимум четыре, там есть элементы и других, но основных четыре мировых астрологии. То, что не соединялось до этого никогда. Итак, что соединил дизайн? Причем самое интересное, что все эти четыре вы постепенно изучали в нашей школе, по отдельности они все были, а вот в дизайне это все соединяется. Соединяется. Итак, что соединяется в дизайне? Соединяется западная астрология, но это и понятно, мы с вами прежде всего птолемеевские астрологи, и конечно здесь планеты привычные нам, все это как бы будет. Соединяется индийская, китайская и каббалистическая, древнееврейская. Ну, такого, такого огнемета еще не было. Чтобы соединить евреев с китайцами, индусами и птолемеем, такого хирона свет еще не видывал. Вот эта система называется дизайн человека. Ну и мощь соединения этих мощных астрологий, она конечно дает результат. Почему так популярен дизайн стал? Потому что как бы человек сразу получает ответ из четырех источников, и в силу этого популярность дизайна только растет. И вот это затмение, которое как раз будет недалеко от Монреаля, а Монреаль это город, где родился и жил большую часть жизни основатель этой системы. Так что канадской астрологии у нас еще не было. А вот теперь она, она пришла. Давайте посмотрим и познакомимся с этим человеком. А заодно посмотрим в его натальную карту. Имя основателя астродизайна Алан Роберт Краковер. Единственное, я могу неправильно поставить ударение, может быть Краковер надо говорить, не знаю, в фамилии. Алан Роберт Краковер или Краковер. Наверное, Краковер правильнее. Франкофоны они там. Это как правильнее? Ну последний слух, если он французский. То есть это не Краковер, но не французская Канада. Значит на последнем ударение. Вот спасибо, нам пояснили, что все-таки правильно произносить фамилию Краковер. Алан Роберт Краковер. Он родился и прожил большую часть жизни в Монреале. И именно этот человек создал систему астродизайна. Он из своей биографии никогда не делал секрета. И его собственно натальная карта нам тоже о многом сразу рассказывает. Если вы не против, я вам сразу покажу натальную карту Алана Роберта. Краковера. К сожалению, его уже нет с нами. То есть расплата за открытие такого большого пласта знаний оказалась очень дорогой ценой. Хотя Алан Роберт не ровесник Вронского. Он 1948 года рождения. То есть, наверное, мог бы, конечно, еще... Но это другая история. Итак, вот его натальная карта. Он родился 9 апреля 1948 года. И главные особенности его натальной карты. Во-первых, это то, что он весь мир хотел сделать счастливым. У него Юпитер в стрельце на асценденте. Это желание осчастливить весь мир. Цель дизайна, чтобы каждый человек нашел истинного себя. Ну, логично, если в четырех астрологиях себя искать одновременно, то не найти, конечно, невозможно. Цель дизайна – это найти истинного себя и перестроить свою жизнь в соответствии с системой дизайна. Что еще двигало Аланом Робертом? Он, конечно, Геката. Почему я говорю «конечно»? Потому что сила влияния на окружающих у Гекат очень высока. Он родился в день новолуния. Он Геката в Овне. Солнце и Луна в Овне. Родился в новолунии. И поэтому система дизайна оказала очень сильное влияние. Ну, и нельзя не обратить внимание на вот этот вот жутковатый, но волшебный магический стеллариум. Марс, Сатурн, Плутон. Все это в тесном соединении. То есть он хотел, чтобы дизайн магически изменил судьбу человека. Так вот, он хотел, Алан Роберт, чтобы весь мир, Юпитер на астенденте, чтобы весь мир стал счастливым. Чтобы люди жили в гармонии сами с собой. Для этого создавался дизайн человека. История самого Алана Роберта, она тоже такая неровная. Потому что он жил и работал в Монреале. Он бакалавр искусств. Жил и работал в Монреале. Был связан, ну, как продюсер, медиапродюсер. Но в 1983 году, это получается он 48-го года, ему было тогда в 83-м 35 лет, он испытал очень серьезный экзистенциальный кризис. Ну, то есть кризис смысла жизни. И что он сделал? Почти как будто... Пожалуйста, еще раз повторите, что он писал. Еще раз... Никто не слышал. Никто не слышал. Если вы хотите, чтобы мы вам рассчитали вот эту самую штуку, и вы ее уже в следующий раз держали в руках, мне надо написать вашу там фамилию и имя, дату рождения, время рождения. И обязательно, если вы помните разницу с Гринвичем, ЖМТ, помните у нас? Если не помните, хотя бы напишите место рождения. Но лучше написать сразу разницу с Гринвичем. Три часа или четыре часа. Да, ну это... Итак, мы продолжаем. Значит, он, как Будда, ушел из дворца, только не из дворца, а он оставил работу, семью, оставил всех и уехал в поисках себя на остров Ибица. Остров Ибица находится недалеко от берега Испании, недалеко от Ибицы, такой крупный исторический город, как Валенсия. Итак, Алан Роберт уехал на Ибицу, и уже до конца своих дней он был там, и именно на острове он сформулировал всю концепцию астродизайна. Поэтому большая доза во всем этом еще будет Нептуна, потому что все острова, они окружение водой привносят очень сильную нептунианскую энергию. Да, поэтому вот это все связано с островом Ибицы. Он там ничего не говорил. Было всякое, всякое, поэтому, ну, таких подробностей мы не знаем. Мы знаем только, что он находился в состоянии, ну, особого вдохновения, и система дизайна, она как раз вот вся традиция. Ну, я же говорю, Нептун там есть, поэтому, как бы, это нужно понимать. Система астродизайна основана на том, что мы с помощью астрологии получаем, как бы, такое сканирование, сканирование человека, некую астрологическую компьютерную томограмму. Эта схема называется бодиграф. Ну, от слова боди-тело, ну, а граф это рисунок, графика, то есть графика тела. Бодиграф пишется одним словом. Это будет, это цветной телевизор. Ну, как и в других астрологиях, цвет имеет принципиальное, принципиальное значение, поэтому цвет, он нам определит все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова